На удочку мошенников попался Рустам Телепкулов еще в марте. Мужчины часто бывают в командировках, времени ходить по магазинам нет. Решил купить новый телефон на сайте, но ошибся, попал на сайт клон, который выглядел точь-в-точь как официальный. Я заказал телефон и была предоплата. На сайте именно условия стоит, что предоплата. Вроде официальный магазин написано все, и чеки приходят. У них там это все в условиях прописано, что не все это официально работает. Но когда я начал вводить слово «купить», только нажал кнопку, ввел данные карты на специальной странице. Деньги ушли мгновенно с карты. Уже потом мужчина заметил, что в названии сайта есть лишний символ. Предоплата составила 14 тысяч рублей. Ни денег, ни новый телефон Рустам так и не увидел. Раньше на официальном сайте покупал, без всяких проволочек. Чек приходил мгновенно. Это был официальный сайт. Это чисто по своей невнимательности я зашел на сайт клон. Больше повезло другому жителю Нижнекамска. В декабре мужчина обратился в полицию с заявлением. На Авито он решил купить зимнюю куртку за 8,5 тысяч рублей. С продавцом списался, деньги перевел, однако товар не получил. Он созвонился в это же время с продавцом. Продавец его убедил, что он отправил ему две куртки. И вследствие чего он оплатил еще 8,5 тысяч рублей. Придя домой, открыв коробку, он увидел, что там находятся две подушки. Нижнекамские полицейские вычислили место проживания мошенника. Задерживать его они отправились в Новосибирск. Мужчина признался в том, что обманывал граждан. Не доверяйте объявлениям с требованием полной или частичной предоплаты. Также вас должна насторожить излишняя настойчивость продавцов или менеджеров. Если в процессе совершения покупки продавец начинает торопить вас с заказом или просить полную предоплату, здесь вы должны хорошенько подумать или не переводить денежные средства. Ежедневно мошенники звонят людям, представляясь сотрудниками банков и служб безопасности. Они создают липовые сайты или дают объявления о продаже несуществующих вещей. Каждый день им удается обмануть одного-двух доверчивых граждан. Полицейские просят внимательно относиться к любым операциям в интернете и не сообщать свои данные звонящим незнакомцам. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов, Фахри Исламов, Новости НТР.